Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Мы продолжаем говорить об эпохе императора Александра I и тема нашей сегодняшней лекции – заграничный поход русской армии. В прошлый раз мы с вами рассмотрели Отечественную войну 1812 года, войну, которая закончилась разгромом великой армии Наполеона Бонапарта. А вот что делать дальше после этого, после того, как французские войска были изгнаны из пределов России, это стало предметом серьезных споров в руководстве и русской армии, и русского государства. Надо сказать, что изгнание Наполеона из России и русской армии далось очень и очень большим трудом. Не только французы теряли большое количество людей по дороге от Москвы до границы, и русская армия тоже требовала отдыха. Неудивительно, что командующий русской армии Михаил Иларионович Кутузов говорил о том, что России вмешиваться дальше в европейские конфликты не нужно. Он предлагал оставить Европу в Европе, остановиться на границе, подписать с французами мирный договор, и пускай Европа сама решает проблемы с этим самым французским императором или корсиканским чудовищем, как его многие называли. Но у Александра Первого, видимо, по отношению к Наполеону Бонапарту были какие-то свои личные счеты, свои личные отношения. Александру было недостаточно просто разгромить Наполеона в России, защитить границы Российской империи от врагов. Александр желал Наполеона уничтожить полностью. Кроме того, видимо, Александру Первому хотелось заслужить некоторые такие лавры освободителя Европы от французов. И Александр настаивает на том, чтобы военные действия и после войны 1812 года были продолжены. Побеждает, естественно, мнение царя. И Кутузов, скрипя сердце и скрипя зубами, вынужден дать приказ о переходе русских войск через границу, о начале заграничного похода русской армии 1813-1814 годов. Таким образом, если мы посмотрим на карту, мы увидим, что заграничный поход стал логичным продолжением отечественной войны 1812 года. Поэтому совершенно неудивительно, что европейские, например, историки и иные иностранные исследователи говорят о том, что это не два разных события. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии. Это единое большое событие война шестой антифранцузской коалиции, в рамках которых можно выделить два вот этих этапа. Точно так же, как, например, в рамках единого большого события Второй мировой войны можно выделить Великую Отечественную войну советского народа против нацистской Германии и ее союзников. Таким образом, начинается заграничный поход, продолжается война с Наполеоном. Никто с ним мира не подписывает. 1 января 1813 года русская армия переходит через границу и, по сути дела, поначалу ведет войну против Наполеона Бонапарта в одиночку. Но очень быстро ситуация в Европе становится гораздо более благоприятной для России и гораздо менее благоприятной для французского императора. Прусский генерал Йорк заключает соглашение с русским командованием и, фактически, прусская армия переходит на сторону России вместе с русскими войсками, ведя боевые действия против отступающих французских отрядов. Отступление французов вызвало и восстание национальное движение в Пруссии. Немцы восстали против французского владычества и все это очень сильно осложнило положение войск Бонапарта в Европе. Другой союзник Наполеона по войне 12-го года, Австре, из войны фактически выходит, заявляя о своем нейтралитете. Наполеон пытается вернуть Австрию войну, упирая на то, что австрийская принцесса является его женой, теперь французской императрицей. Но Австрия выбирает, на чьей стороне будет выступить более выгодно. Так или иначе, Наполеон лишается своих основных союзников Пруссии и Австрии. И тем не менее, ему удается во Франции и в Германских и в других землях набрать новую армию взамен разгромленной в русском походе. Эта армия численностью около 180 тысяч человек, конечно, была гораздо хуже обучена, гораздо хуже снаряжена, практически не имела доброй кавалерии. И вот с этими новыми силами Наполеона приходится сталкиваться русским войскам. В скором времени территория Пруссии была от французов очищена, и основные боевые действия развернутся на территории другого германского государства, Саксонии. Но в сражениях с Саксонией русскими войсками командовать будет уже другой человек. 28 апреля 1813 года от воспаления легких в городе Бунцлау скончался замечательный русский полководец Михаил Ларионович Кутузов. Смерть Кутузова была очень серьезным ударом по русской армии, не только потому, что этот человек имел большой авторитет среди солдат и офицеров, но еще и потому, что он действительно был талантливым полководцем. Командование русскими войсками получает генерал Павел Христофорович Витгенштейн, который во время войны 12-го года достаточно удачно прикрывал петербургское направление. Теперь он получает под командование основные силы русской армии и союзность с русскими прусской армией. Но Витгенштейн все-таки не Кутузов. Неудивительно, что дела у нас складываются не самым удачным способом. Еще до смерти Кутузова 20 апреля 1813 года, когда престарелый полководец уже тяжело болел, русские войска дали французам сражение около саксонского города Людце. Если мы посмотрим на карте, мы вообще увидим, что основные военные действия вот этой самой войны 6-й коалиции или заграничного похода, они практически все будут кружиться вокруг саксонских земель. Именно там, в Саксонии, происходят основные сражения этого самого заграничного похода. В сражении при Людцине 20 апреля 1813 года русские и прусские войска понесли поражение. Наполеон со своей новой молодой армией нас разбил, правда далась эта победа французам очень и очень дорого. Потери французов были практически в полтора раза выше, чем потери русско-прусской армии. В мае 1813 года ситуация повторилась. Еще одно сражение теперь у города Бауцин. И вот в этом сражении снова Наполеон одерживает победу, снова несет большие потери, но тем не менее заставляет русские и прусские войска отступить. Вот эти поражения при Людцине и Бауцине заставили императора Александра I поменять командование. На место Витгенштейна, который себя, прямо скажем, ярко не проявил, ставят генерала Барклая де Толли. Именно Барклай де Толли будет главнокомандующим русскими войсками в оставшейся части заграничного похода. После того, как русские войска потерпели поражение у Бауцина, Наполеон предлагает русским перемирие. Это перемирие продлится с 4 июня по 11 августа 1813 года. Обе стороны его используют для того, чтобы накопить сил, подтянуть резервы, произвести новые наборы в армию, а самое главное для того, чтобы найти себе союзников. И вот тут вот многие ученые считают, что перемирие лета 1813 года было стратегической ошибкой Наполеона Бонапарта. Он не сумел себе найти союзников, а вот против него летом 1813 года как раз и оформляется вот эта самая шестая коалиция, где к уже воюющим с Наполеоном России, Англии и Пруссии присоединяются шведы, присоединяются австрийцы. И вот это объединение для французов было уже очень и очень опасным. Надо сказать, что Александр I, горящий желанием разгромить Наполеона, старался подтянуть к союзу против французского императора всех, кого только мог, в том числе и самих французов. В частности, например, из Америки был приглашен знаменитый генерал Жан Моро, с которым когда-то еще во время своего итальянского похода воевал Александр Васильевич Суворов. Моро в свое время считался не менее талантливым полководцем, чем Бонапарт, из-за чего, собственно, у них с Бонапартом и произошел конфликт, и Моро пришлось Францию покинуть. Теперь Александр приглашает Моро возглавить союзные войска, чтобы разгромить Наполеона. Моро возвращается и дает очень важный совет войскам союзников. Разделенные на несколько армий войска союзников должны были стараться уклоняться от боя с самим императором Франции, но зато активно громить гораздо менее талантливых маршалов Бонапарта. В результате именно такая тактика и принесла успех от боя с войсками, которыми руководил самый французский император. Союзники старательно уклонялись, а вот отдельные корпуса армии во главе с маршалами Франции атаковали достаточно успешно. 26-27 августа 1813 года после окончания перемирия серьезное сражение происходит около саксонского города Дрезден. В этом сражении Наполеон командует своими войсками и русские, австрийские, прусские войска снова терпят поражение. Более того, во время этого сражения был убит шальным ядром генерал Моро. Есть даже такая легенда, что Наполеон, увидев подзорную трубу, что в лагере противников находится его старый давний недруг, лично зарядил орудие и выстрелил, и ядро, вот это выпущенное Бонапартом, который, кстати, по военному образованию был артиллеристом, попало как раз в генерала Моро и положило конец жизни этого замечательного французского полководца. Так или иначе, Моро погиб, но тактика его осталась жива. И буквально вот в течение нескольких дней после поражения при Дрездене, в сражении у немецкого города Кульм, французы, корпус маршала Виктора, были окружены и разгромлены вдребезги и пополам. Таким образом, союзники, пользуясь своим значительным превосходством в численности и превосходством в мобилизационных резервах, вполне могли громить французов по частям, уничтожая отдельные корпуса французской армии. Еще одной очень важной деталью, про которую нельзя не сказать, всех вот этих сражений было то, что именно русские войска в них сыграли главную роль и понесли наибольшие потери. Если мы посмотрим на соотношение потерь между союзниками австрийцами, шведами, пруссаками, русскими, то в каждом сражении, в котором участвовала союзная армия, та или иная, всегда русские войска на передовой и несут наиболее серьезные потери. Решающим сражением заграничного похода стало генеральное сражение под Лейпцигом, которое длилось фактически 4 дня, с 16 по 19 октября 1813 года. В историю сражение под Лейпцигом вошло с названием Битва народов, и это действительно было сражение, в котором принимали участие почти все народы континентальной и островной Европы того времени. На разных сторонах здесь воевали англичане, французы, испанцы, португальцы, шведы, датчане, голландцы, итальянцы, австрийцы, пруссаки, русские, хорваты, разные германские народы, вестфальцы, баденцы, саксонцы, баварцы, вюртембержцы. Это было самое крупное сражение в истории человечества на тот момент. Одновременно на поле битвы сошлось более 500 тысяч человек. Французская армия в этом сражении насчитывала около 210 тысяч, причем в составе армии Бонапарта были не только собственно французские войска, но и его датские союзники и немецкие союзники, саксонцы, вестфальцы, гессонцы, баденцы, баварцы. В составе союзной армии было около 350 тысяч человек, основную часть составляли русские, австрийские и прусские войска. Серьезное превосходство в этом сражении было у союзников и по артиллерии. Против 700 орудий французской армии союзники могли выставить в два раза больше 1460 орудий. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, почему Наполеон вступил в сражение, имея вот такое серьезное численное меньшинство. Ведь было очевидно, что это сражение закончится разгромом. Так, кстати, оно и получилось. В битве народов французы потерпели сокрушительнейшее поражение. Причина этого в том, что Наполеон собирался разбить разные союзные армии, а войска союзников были разделены на три армии по частям, но не смог этого сделать в первый день сражения. А дальше к союзникам подошли еще и еще новые силы, и французам пришлось выдержать на себе удар всей армии союзников. Более того, ужасным для Наполеона стало то, что 18 октября, в самый разгар сражения, на сторону его противников прямо во время боя перешли сначала саксонские, а затем баварские, баденские и вестфальские войска. Его германские союзники изменили Наполеону Бонапарту, изменили французскому императору, численно сократив армию французов и значительно усилив армию союзников. Конечно, здесь Наполеон мог теперь уже только отступать, и отступая, он покидает Германию, находит убежище во Франции, и вот там, во Франции, должна была разыграться финальная сцена вот этой самой драмы. 1 января 1814 года, ровно через год после начала заграничного похода, союзные войска вторгаются во Францию. Собственно, война начинается на французской территории. Боевые действия, которые длились с января по апрель 1814 года на территории Франции, лишний раз показали, что Наполеон был действительно гениальным полководцем. Со своими силами, которые значительно уступали силам союзников, Наполеон стремительно перемещался, атакуя то одну, то другую, то третью союзную армию, пытаясь успеть везде, одерживая локальные победы, неся потери, но так и не сумев полностью остановить вот этот вот мощный вал союзных армий, которые имели подавляющее численное превосходство и двигались на Париж. 29 марта 1814 года начинается сражение за Париж. Русские, австрийские, прусские войска атакуют французскую столицу. Французы защищались достаточно отчаянно и первый день битвы за Париж был кровопролитным. Французы надеялись, что подойдет Бонапарт. Он действительно ускоренным маршем шел к Парижу. Но далее между российским императором, австрийским главнокомандующим князем Шварценбергом, французским генералом Блюхером и командующим обороной Парижа французским маршалом Мормоном были проведены переговоры. В результате этих переговоров Мормон согласился сдать Париж союзникам. С одной стороны, ожидая награды себе за эту измену, и он ее действительно получит. Когда во Франции будет восстановлена монархия Бурбонов, Мормон получит, сохранит свой маршельский чин и свое место в армии. С другой стороны, Мормон хотел сохранить Париж, который подвергался яростной бомбардировке. Александр I, убеждая Мормона, даже сказал, что он не остановится перед тем, чтобы стереть с лица французскую столицу вместе с ее жителями. Так или иначе, 31 марта Париж сдан. Наполеон не успел, всего лишь опоздав на неделю. Он остановился под Парижем в местечке Фонтенбло, там, где располагался старый королевский дворец. И вот там, в местечке Фонтенбло, Наполеона вынуждают подписать отречение. Старые соратники Наполеона Бонапарта, его маршалы, люди, которые прошли с ним множество военных походов, получили огромные богатства, высокие чины, титулы в этих походах, были людьми уставшими. Постоянные войны, которые велись на протяжении 20 лет, их страшно утомили. Им хотелось мира и спокойствия, им казалось, что этот мир и спокойствия можно купить ценой отречения Наполеона Бонапарта. И маршалы просят, фактически требуют Наполеона отречься. 6 апреля он подписывает свое отречение. И после этого войска союзников торжественно входят в Париж. Во главе этих войск император Александр I. Вот знаменитая раскрашенная гравюра 19 века очень хорошо показывает, как через Наполеоновскую триумфальную арку в Париж входят русские войска. Свершилось то, чего так хотел император Александр. Он победитель Наполеона. Он сумел разгромить величайшего полководца современности. Он триумфально едет по его столице, по парижским мостовым цокают копыта коней русских казаков. После этого надо было решать судьбу Европы. Во Францию возвратились, как было сказано, в обозе союзной армии короли, королевская семья Бурбонов и новый французский король Людовик XVIII занял трон. А европейские дипломаты и монархи собираются в сентябре 1814 года на конгресс в Вене почти год с сентября 1814 по июнь 1815 года собирается грандиозный общеевропейский Венский конгресс, на котором решают судьбы Европы. Закончилась эпоха наполеоновских войн, ну точнее почти закончилась, еще будет один эпизод. И победители вместе с побежденными обсуждают, каким будет Европа, каким будет мир, каким будет мировой порядок после того, как революционные наполеоновские войны закончились. Солирует на этом конгрессе император Александр I. Он очаровывает дам в Вене, он участвует во многих балах, маскарадах и празднествах. Не случайно этот конгресс современники назвали танцующим конгрессом. И во время этого конгресса Александр выбивает себе вполне серьезные преференции. Европейские монархи и дипломаты делят Европу, России тоже нужно получить свой куш. Венский конгресс договорился о том, что Франция теряет все свои завоевания, которые она сделала в эпоху революционных и наполеоновских войн и возвращается к старым границам 1792 года, территории в Европе делятся, австрийцы получают территорию Италии, герцогство варшавское снова исчезает с карты Европы и Польша снова разделена. В Европе восстанавливаются старые монархические порядки, восстанавливаются троны и алтари, старые династии занимают свои места. Очень важным моментом для России в этом самом Венском конгрессе было присоединение Польши. Александр I, который всерьез опасался восстановления польского государства, претензий польского государства на присоединенные к России территории Белоруссии и Украины, конечно же, хотел решить эту проблему раз и навсегда и не видел другого способа решить эту проблему, кроме как захватить Польшу целиком. По его требованию территория, большая часть территории бывшего Варшавского герцогства, собственно, польские территории с Варшавою, с Познанью и с другими городами должны быть отданы Российской империи. Это категорически не устраивает Австрию. У Австрийской империи на Польшу собственные планы, кроме того, австрийцев совершенно не радует усиление Российской империи. Усиление Российской империи категорически не радует и других наших бывших союзников. В частности, например, оно не радует Великобританию. Когда-то один из британских политиков сказал очень меткую фразу «У Британии нет постоянных союзников, у Британии есть только постоянные интересы». Британия всегда придерживалась политики того, чтобы стараться задавить, уничтожить любую державу континентальной Европы, которая получала там наибольший вес. Когда сильнейшей державой континентальной Европы была Габсбургская Испания, англичане боролись с Габсбургами, когда величайшей державой Европы была Франция, Франция Людовиков, Франция Бонапарта, англичане боролись с французами, теперь сильнейшей державой Европы стала Россия. Надо ли говорить, что после этого именно Россия стала главным внешнеполитическим противником Британии и весь оставшийся 19 век и даже начало 20-го будет отмечен постоянными дипломатическими, а иногда и военными конфликтами между Россией и Великобританией. Даже родится такое известное выражение, своего рода мем того 19-го века, для того, чтобы объяснить какие-то неудачи, хоть во внешней политике, хоть во внутренней, у русских людей 19-го века было отличное объяснение. Англичанка гадит, намекая на козни правительства английской королевы Виктории. Надо сказать, что эта фраза англичанка гадит, она очень похожа на то объяснение, которое сегодня для многих наших неудач используют некоторые наши такие ультра патриоты. Если у нас что-нибудь неудачно в России, то это у нас сегодня это происки госдепа США. Тогда госдепа США не было, точнее был, но не играл такой существенной роли, а вот английское правительство было, значит если у нас что-то не получается, это козни проклятых англичан, это англичан гадит. Очень удобно, очень удобно. И вот тут опять же нельзя не оговориться, то что вот эти фразы стали своего рода мемами и то что к ним стараются относиться весьма и весьма иронично, совершенно не значит, что в те времена нам не гадила англичанка и что нынче госдеп полностью оставил свои происки относительно России. и в общем-то внешнеполитический конфликт между Россией и Британией действительно будет реальностью 19 века, а пока что мы всерьез у Европы отнимаем Польшу. Александр был готов даже воевать. Впрочем, Европа тоже была готова воевать против Александра. Так или иначе, варшавское герцогство входит в состав России, Александр решает польский вопрос. С одной стороны, это, конечно, нам на пользу. Мы получили весьма развитый населенный край, расширили территорию Российской империи, с другой стороны, мы получили вечную проблему. Присоединив собственно польские территории, именно Россия в глазах поляков стала самым главным агрессором и врагом. И поляки постоянно будут помнить о своей древней государственности, о своей речи посполитой, постоянно построить восстание, постоянно вот эти самые польские проблемы, польский вопрос станет серьезной головной болью для российских императоров 19-го и начала 20-го века. Заканчивая сегодняшний разговор, нельзя не сказать и о том, как закончилась судьба великого французского императора Наполеона Бонапарта. В марте 1814 года, когда в Вене европейские монархи делили карту Европы и устанавливали новые правила. Наполеон бежит с острова Эльба, куда его отправили после первого отречения, возвращается во Францию и восстанавливает свою власть. Франция с распростертыми объятиями приняла своего императора, король Людовик 18-й Бурбон бежал из Парижа и Наполеон триумфально возвращается в свою столицу. Его новое правление продлится ровно сто дней. Это неудивительно, поскольку, как только до Вены дошли сведения о том, что Наполеон вернулся во Францию, тут же, тут же, мгновенно создается новая антифранцузская, уже седьмая по счету коалиция. Россия, Швеция, Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Португалия, все эти страны объединяются против Наполеона и готовы против него выставить войска общей численностью более миллиона человек. Наполеон, конечно же, конечно же, желает не воевать, он хочет мира, он пытается договориться. И тут происходит один очень любопытный момент, Наполеон получает в свои руки, захватив королевский дворец в Париже, неопровержимое доказательство того, что Франция, Британия и Австрия во время Венского Конгресса заключили между собой военный союз антироссийского характера и готовы уже напрямую объявить войну России. Для Наполеона кажется, это спасение, коалиция будет расколота, Наполеон посылает императору Александру эти документы, но Александр, который Наполеона ненавидел сильнее, чем Англию, Австрию или кого-либо еще вместе взятых, Александр делает изящный жест, вызвав к себе министра иностранных дел канцлера Австрийской империи Метторниха, Александр дает понять Метторниху, что он в курсе всех их планов, комплотов и заговоров, но придает вот эти бумаги, свидетельствующие о союзе антироссийского характера, огню, бросил их в камин, показав тем самым, что абсолютно доверяет своим союзникам. Впрочем, русские войска в финальном аккорде наполеоновских войн не поучаствовали. 18 июня 1814 года около бельгийского города Ватерлоо англо-прусские войска, которыми командовали герцог сэр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон и старый австрийский генерал Блюхер разгромили армию Наполеона Бонапарта. Ватерлоо было последним сражением великого императора. Он покидает Францию, надеясь укрыться за океаном в Америке, но корабль перехвачен английским флотом. Наполеон арестован, отправляется в ссылку на остров Святой Елены, где в 1821 году через 6 лет после своих последних 100 дней умирает от рака желудка или по другой версии был отравлен англичанами. Так или иначе 1815 год 1815 год окончание великой эпохи Наполеона и окончание эпохи европейских революций на тот момент, хотя полностью остановить революцию конечно же нельзя и буржуазные революции во Франции которая вернулась в старое монархическое правление будут еще продолжены еще трижды Францию и всю Европу сотрясут революции в 19 веке пока наконец буржуазный капиталистический строй не восторжествует полностью над старым феодальным на всей территории Европы. Ну а пока что монархи традиционные короли герцоги императоры могут торжествовать победу и чтобы эта победа была окончательной после окончательного разгрома Наполеона после уже окончания Венского конгресса по инициативе императора России Александра Первого три монарха Европы австрийский монарх прусский монарх и российский заклещают так называемый священный союз впоследствии к этому священному союзу присоединится большинство монархов Европы за исключением Британии которая не хотела себя связывать какими-то обязательствами целью вот этого священного союза было поддержание мира в Европе и борьба с любыми революционными движениями как только где-то в Европе вспыхнул очередной революционный очаг очередной бунт мятеж революция собирается конгресс этого священного союза и решает как эту революцию будут давить старый феодальный абсолютистский строй в Европе должен быть сохранен если надо армии священного союза будут участвовать в подавлении революции так в 19 веке французская армия будет давить революцию в Испании австрийская армия будет давить революцию в Италии русская армия подавит революцию в Венгрии священный союз на 30 лет станет серьезной реальностью Европы закрепляя за собой старые феодальные монархические порядки вот здесь мы с вами остановимся говоря о внешней политике императора Александра Первого на следующей лекции надо будет сказать о конце его правления о том что после 1812 года происходило в России большое спасибо за внимание всего доброго до сих пор до сих пор Продолжение следует...